Действия над алгебраическими дробями Действия над алгебраическими дробями Действия над алгебраическими дробями Это и есть дробь 1 делить на n умноженное на n плюс 1 умноженное на n плюс 2 Мы должны вычислить произведение среднего арифметического этих чисел На число обратное произведению этих чисел Так составим это произведение и выпишем данное произведение в упрощенном виде То есть числитель первой дроби мы упростили, раскрыв скобки и приведя подобные Получили 3n плюс 3 делить на 3 Вторую дробь мы оставили без изменений Теперь в числителе первой алгебраической дроби мы можем вынести общий множитель 3 за скобки Тогда мы получаем произведение двух алгебраических дробей 3 умножить на n плюс 1 делить на 3 умножаем на дробь 1 делить на n умножить на n плюс 1 умножить на n плюс 2 Мы можем сократить первую алгебраическую дробь на 3 и воспользоваться правилом умножения алгебраических дробей То есть перемножить числители, перемножить знаменатели Результат произведения числителей мы записываем в числитель Результат произведения знаменателей запишем в знаменатель Так получаем алгебраическую дробь n плюс 1 делить на n умноженное на n плюс 1 умножить на n плюс 2 И числитель, и знаменатель данной алгебрической дроби мы можем сократить на n плюс 1. И в итоге мы получаем выражение 1 делить на n в квадрате плюс 2n. Это и есть произведение среднего арифметического трех последовательных натуральных чисел и числа обратного произведению этих чисел. Докажем, что при всех допустимых значениях переменных a, b, x и y верно следующее равенство. a в степени 2n минус b в степени 2n разделить на a в степени 2n плюс b в степени 2n. Разделить все это на алгебраическую дробь. a в степени 2n минус 2a в степени n умножить на b в степени n плюс b в степени 2n разделить на a в степени 4n минус b в степени 4n. Равно частное должно быть квадрату суммы a в степени n плюс b в степени n. То есть нам необходимо доказать данное тоже. Причем n – это натуральное число. Выписываем левую часть данного равенства. И так как нам дано частное двух алгебрических дробей, мы пользуемся правилом деления алгебрических дробей. То есть делимое умножаем на дробь обратную делителю. Теперь рассмотрим числитель и знаменатель каждой из алгебрических дробей. Так, разность a в степени 2n минус b в степени 2n можно расписать как произведение двух множителей, где первый множитель – это разность этих выражений, а второй множитель – это сумма этих выражений, так как a в степени 2n минус b в степени 2n – это и есть разность квадратов двух выражений. Знаменатель первой алгебрической дроби остается без изменений, и мы смотрим на числитель второй алгебрической дроби. a в степени 4n минус b в степени 4n – это также разность квадратов двух выражений, где первым выражением является a в степени 2n, а вторым выражением – b в степени 2n. Значит, мы можем расписать данное выражение как произведение двух множителей. Один из них – это разность выражений a в степени 2n и b в степени 2n, а второй множитель – это сумма этих выражений. Теперь смотрим на знаменатель. У нас есть квадрат первого выражения минус удвоенное произведение первого и второго выражений плюс квадрат второго выражения. Значит, знаменатель данной алгебраической дроби мы можем представить в виде квадрата разности двух выражений. Причем первым выражением является a в степени n, а вторым выражением является b в степени n. И сразу воспользуемся правилом умножения и перемножаем числители. Результат записываем в числитель, перемножаем знаменатель и результат записываем в знаменатель. Теперь можно выполнить сокращение. Так, сократим данную алгебраическую дробь на a в степени 2n плюс b в степени 2n. Также можно сократить данную алгебраическую дробь на a в степени n минус b в степени n. Далее посмотрим на множитель, находящийся в числителе. a в степени 2n минус b в степени 2n. Это также разность квадратов двух выражений, которые можно представить в виде произведения. a в степени n минус b в степени n умножить на a в степени n плюс b в степени n. Тогда получившуюся алгебраическую дробь мы можем сократить на a в степени n минус b в степени n. Тогда мы получаем произведение двух множителей a в степени n плюс b в степени n. Значит, это и есть квадрат a в степени n плюс b в степени n. В итоге мы после преобразований левой части данного равенства получили выражение, равное правой части этого равенства. То есть мы доказали данное тождество. Далее выполним действие. Разделим алгебраическую дробь 35ab минус 5b плюс 14a минус 2 делить на 3a плюс 6 минус ab минус 2b на алгебраическую дробь 1 минус 49a в квадрате разделить на b в квадрате минус 9. Для того, чтобы выполнить деление алгебраических дробей, мы должны делимое умножить на дробь обратную делителю. То есть для того, чтобы в последующем выполнять умножение получившихся алгебраических дробей, мы должны и числитель, и знаменатель каждой алгебраической дроби по возможности разложить на множители. Так рассмотрим первую алгебраическую дробь. И по отдельности распишем числитель и знаменатель этой алгебрической дроби в виде разложения на множители, то есть в виде произведения. Выписываем числитель. 35AB минус 5B плюс 14A минус 2. Чтобы разложить на множители данный многочлен, мы применяем способ группировки и получаем сумму двух групп слагаемых. 35AB минус 5B плюс 14A минус 2. Выносим общий множитель 5B из первой группы слагаемых. Тогда получаем произведение 5B умножить на 7A минус 1. Выносим общий множитель из второй группы слагаемых. Это число 2. Тогда получаем произведение 2 умножить на 7A минус 1. И в итоге мы получили выражение, которое имеет общий множитель 7A минус 1. Выносим его за скобки и получаем произведение 7а-1 умножить на 5b плюс 2. Теперь рассматриваем знаменатель данной алгебраической дроби. 3а плюс 6 минус ab минус 2b. Также применяем способ группировки. Получаем две группы слагаемых 3а плюс 6 и ab плюс 2b. Мы вынесли знак минус, соответственно, знаки внутри скобки поменялись на противоположные. Выносим общий множитель из каждой группы слагаемых. В итоге получаем выражение, имеющее общий множитель а плюс 2. Выносим этот общий множитель за скобки. И тогда данный многочлен представлен в виде разложения как а плюс 2 умножить на 3 минус b. Теперь рассматриваем вторую алгебрическую дробь. 1 минус 49а в квадрате разделить на b в квадрате минус 9. Числитель алгебрической дроби – это и есть разность квадратов двух выражений. То есть произведение 1 минус 7а умножить на 1 плюс 7а. Знаменатель этой алгебрической дроби – это также разность квадратов двух выражений. То есть это и есть произведение b минус 3 умножить на b плюс 3. Далее мы заменим и числитель, и знаменатель каждой из алгебраических дробей их разложениями И теперь пользуемся правилом деления алгебраических дробей То есть делимое умножаем на дробь обратную делителю И теперь пользуемся правилом умножения алгебраических дробей Перемножаем числители и результат записываем в числитель Перемножаем знаменатели и результат записываем в знаменатель. По возможности выполняем сокращение получившейся алгебраической дроби. Так мы можем сократить эту алгебраическую дробь на двучлен 3 минус b. Далее выполняем сокращение этой алгебраической дроби на двучлен 7а минус 1. В итоге мы получаем алгебраическую дробь. 5b плюс 2 умножить на b плюс 3 разделить на произведение а плюс 2 на 1 плюс 7а. Выполняем умножение многочленов и в числителе, и в знаменателе данной алгебраической дроби и получаем алгебраическую дробь. 5b в квадрате плюс 17b плюс 6 разделить на 7а в квадрате плюс 15а плюс 2. Таким образом, сегодня на уроке мы с вами выполняли умножение, деление и возведение в натуральную степень алгебраической дроби при упрощении выражений и доказательстве утверждений. На этом наш урок завершен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok